Я не могу больше Каждую секунду Да твой Бог, несправедливый твой Бог Несправедливый и жестокий Почему я в восемнадцать лет не подвиняться в гроб иду? Чем мы-то нагрешили? Ты вон вообще из церкви не выходишь Пол губернии смерть выкосила А у барина в Тамбове фонтан и карпы в пруду плавают А мамка нам вместо муки солому из крыши ей сдает А может права была барыня Мария Александровна? И Бога твоего вовсе нет, а? Молчишь, нечего в защиту сказать Я думаю, если жива останусь Я никогда больше в церковь не пойду Никогда, никогда, никогда В церковь никогда больше не пойду Никогда Замолчи Замолчи И тебе крест незачем Не помогают твои молитвы Не помогают Не помогают Не помогают, Бог Отдай ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чудотворица Вторая серия Царский крест Ее чтят и боготворят миллионы Ее просят о невозможном Женская заступница Покровительница бездетных семей Она исцеляла больных молитвой Предсказывала будущее Помогала в решении семейных проблем и конфликтов Она никому не отказывала в помощи Ни при жизни, ни после смерти Впервые мы собрали по крупицам разрозненные и малоизвестные факты О жизни великой старицы И шаг за шагом восстановили путь Святой Матроны Московской Это невероятная история о чуде, которому есть место в жизни каждой женщины Наталья Крачковская признается Перед тем как выйти на сцену Она всегда читает про себя молитву Чаще всего обращается к Матроне Московской Эту святую известная актриса называет своей спасительницей Могу сказать честно Спасибо тебе Матронушка за то что ты была и за то что ты есть Вот она есть Она как будто как белая птица с крылами Вот над нами, над всеми И нам не страшно Несколько лет назад актриса перенесла инсульт Правда через три недели уже вышла на сцену Однако играть было все тяжелее Наталью Крачковскую мучили страшные приступы стенокардии Приступ стенокардии длился иногда по три часа За эти три часа выматывала так что уже ничего не хотелось Лучше как говорится пристрелитесь чтобы не мучилась Вот однажды я была дома одна У меня начался этот приступ Боль была такая что я думала ну все Ну уже если суждено забрать Господь Ну забирай потому что нет сил больше мучиться Я встала подошла к месту где у меня стояла маленькая икона Матрона И я стала с ней разговаривать Я ее просила умоляла Сделай что-нибудь чтобы хотя бы боль прошла Я понимаю что там я и грешница и все такое прочее Но ради просто всего святого помоги Невероятно Но уже через несколько минут боль отступила Первое что я встала сделала шаг Повернула голову в сторону где стояла иконка И сказала спасибо Матронушка Спасибо А теперь я пойду к врачу и соглашусь на операцию Действительно ну боязно ну что там говорить Ну вот была уверенность что все будет хорошо Что она мне поможет Актриса говорит что к Богу она пришла уже в зрелые годы Осознанно А со святой Матроной Московской Наталью случайно познакомила одна из ее поклонниц Я разговаривала как-то с женщиной на улице просто У меня в этот момент было просто ну такое состояние Я три глицерина глотаюсь Я говорю знаете давайте сядем я что-то себя очень плохо чувствую Она говорит а что такое Да вот я говорю у меня сердце все А вы это у Матронушки были? Я говорю вы знаете я даже такое не слышала И она мне рассказала о том что была такая святая Которая сейчас очень помогает всем страждущим Всем кто к ней обращается После этого в доме у знаменитой актрисы Появилась иконка святой Матроны Два года назад Наталья Крачковская Перенесла серьезную операцию на сердце Ей установили кардиостимулятор Актриса говорит что решилась на хирургическое вмешательство Лишь потому что верила Матрона не оставит ее и на этот раз У меня такое ощущение что она как бы вот крылом меня закрывала от всяких бед Операция прошла успешно и актриса в беседе с журналистами шутила Ну вот теперь я как новая В свои 76 лет Наталья Крачковская продолжает играть в театре Она уверена святая Матрона Московская дает ей силы И актриса снова и снова выходит на сцену Спасибо вам за такой добрый и хороший текст Это у нас первый спектакль Спасибо! Не только мне, а миллионам людей она помогает Я думаю что если бы мы больше верили в таких людей мир бы был чище Односельчане Святой Матроны помнят как именно она творила чудеса при жизни Ей достаточно было наложить на больного руки и прошептать молитву Родившаяся в селе Себино Валентина Анатольевна Ворожкова вспоминает как святая исцелила ее маму страдающую головными болями Из-за повышенного внутричерепного давления больную в детстве мучили сильные мигрени Она говорит я хорошо запомнила когда она меня посадила Бабушка погладила по головке и говорит Ну внучка больше у тебя никогда головка болеть не будет И она у нее не болела 95 лет скоро у нее никогда не болела голова Никогда не было никакого давления И это еще далеко не самая удивительная история из тех что рассказывают очевидцы Известно что матушка Матрона лечила одержимых Диагноз шизофрения деревенским фельдшерам был тогда незнаком и подобных больных называли бесноватыми Со всей округи к Матроне привозили людей одержимых странными недугами Кто-то начинал лаять по собачьей увидев святую Женщины кричали мужскими голосами мужчины кукарекали Беснование это когда человек перестает управлять своими желаниями, своей волей И соответственно его волей начинает управлять бес Зинаида Жданова в московской квартире которой 7 лет прожила легендарная старица Вспоминает невероятный случай Однажды к Матроне привели женщину Которая не пила и не ела уже несколько недель Чернела и худела на глазах Как рассказывают очевидцы Матрона прочитала над больной молитвы Перекрестила ей голову и женщину начало тошнить Подставили таз и изо рта больной выпала ящерица с рожками Посетительница сразу полегчала Матрона успокоила больную сожгла ящерицу А потом сказала фразу которая поразила присутствующих Зря я ее сожгла надо было в баночку посадить Тогда бы и сама ведьма пришла Этот факт не включен в официальное житие Святой Матроны Как и многие другие подобные истории Рассказанные очевидцами Комиссию по канонизации можно понять Эти рассказы слишком невероятны чтобы в них поверить Эти все фантазии простых тетушек и бабушек Которые ее всю жизнь там потом окружали Это просто такой народный образ Но что если удивительные события Описанные в воспоминаниях Зинаиды Ждановой Произошли на самом деле Духовные события имеют такую особенность Когда два человека находясь рядом Могут абсолютно по-разному воспринять происходящее Один из них видит и верит Другой не верит и не видит Известно что удивительный дар предвидения и исцеления У Святой Матроны появился не сразу Ни ранее семи, ни позже девяти Не открылись Богом данные способности исцеления через молитву и предсказания Как именно открылись эти удивительные способности? В какой момент это произошло? Как маленькая слепая девочка из семьи бывших крепостных крестьян Епифанского уезда Тульской губернии Стала великой русской святой Иконе которой молились князья Мам, можно я пойду погуляю? Ступай, милая Маленькая Матрона Сначала казалась самой обычной девочкой Тихая, она мало и плохо ела Никогда не болела И почти всегда находилась в хорошем настроении Она воспитывалась по-другому И так как она была инвалидом То к ней и относились по-другому родители Ведь очень важно воспитание ребенка Вот мы, на мой взгляд, неправильно воспитываем детей Мы воспитываем их через наказание Наказание Это то, что является источником лжи Я думаю, что Матрона Она была воспитана в некой свободе Если бы не слепота Матрона мало чем отличалась бы От девочек-ровесниц Сначала А потом родители начали примечать Странности в поведении малышки Дочь А как же ты меня чувствуешь, что на иконе написано? Я не знаю, мама Я чувствую А еще Я чувствую, что у меня скоро братик родится Наталья застыла как громом Пораженная Она никак не могла забыть, как хоронила детей Одного за другим И свою новую беременность Старалась как можно дольше утаить И от мужа, и от старшей дочери Пелагеи Откуда маленькой-то об этом знать? Мамочка, не волнуйся Все будет хорошо Братик не умрет И вообще, в нашей семье Дети больше умирать не будут Ты знай, я плохое сразу чувствую Но до поры до времени Скрывала это от окружающих Пока не произошло событие После которого скрывать маленькую Матрону Стало невозможно В шести или семилетнем возрасте Домоседка Матрона вдруг стала часто проситься на улицу Поиграть с другими детьми В деревне было всего две улицы Отлесная и Отречная Дети с обеих улиц сбивались в одну веселую ватагу Маленькая Матрона смеялась над их шутками И однажды попросилась к ним в компанию Сначала дети охотно брали слепую в свои игры Хотя понимали с ней и не побегать в волю Еще и зашибить можно Взрослые заругают А буза одна Но все-таки соглашались с ней играть А потом не взлюбили за что-то Матрону Ребятки когда издевались над Матронушкой в оврах Да ее все время вот как бы это Чтобы она туда выкарабкалась Вот кстати вот разделяет вот большой оврах Возможно это и есть вот этот вот оврах Который вот мы с вами сейчас видим Мария Дмитриевна Алтапова Родилась недалеко от села Себино И прожила здесь всю свою жизнь Она хорошо помнит рассказы матери О том как ватага деревенской детворы Мучила маленькую Матрону Ее и толкали Ее и пихали Ее отпихивали Потом Слепая мол Слепая она Ребятишки Та ведь В яму куда-нибудь Подведуть ее В яму ее Вспихнуть Но она же не видеть куда А щупать Говорит все И вылазила Вот Кто ей помогал Ну иди ко мне Лови меня Что ж ты встала то а? Мне кажется Что дальше идти не надо Там что-то плохое Ну а теперь мы проверим Слепая ты или нет Матрона Матрона Вставай Ты ж хотела с нами поиграть Вон 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 окаянные Вон Не плачь Не плачь Не плачь сестричка Злые дни Их Бог накажет Увидишь Не надо их наказывать Да они совсем не злые Просто они не понимают что делают После этого случая Матрона никогда больше не играла с детьми И постоянно находилась дома Часами простаивала у икон Молилась за родителей Братьев И подолгу разговаривала с Пелагеей Старшей сестрой Пелагея на ту пору исполнилось 17 Высокая, статная, решительная Матрона любила сестру И восхищалась ею Крепкую, ладную Пелагею собирались выдать замуж за племянника соседа Почтительного и работящего Илью Горшкова Как раз урожая соберем Мир соберется Землю поделим Да и за свадебку Да, дочка? Оленьки, то 28 сентября как раз 18 исполнится Но этим планам Никоновых не суждено было сбыться Страшное бедствие надвигалось на Тульскую губернию Такое, какого никогда не было за всю историю России Именно тогда К ужасу и восхищению окружающих В полной мере проявилось невероятное дарование маленькой Матроны СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я горд тем, что являюсь родственником Матрона И горды дети моим Все, что у нас что-то хоть в нашем поколении что-то есть Один из немногих людей Кто имеет право называть великую святую по-домашнему Матрёной Скромный мужчина 50 с лишним лет Он дает интервью первый раз в жизни Мать много рассказывала, сколько людей ездила к ней И военные у нее часто бывали Запомнил рассказ, что полковник Вылечил его жену Он приехал из Германии Он даже хотел машину покупать Но Матрёна не брала Правнук старшей сестры Матроны Пелагеи Он родился и вырос в Себино Крепкий, работящий, как и все из рода Никола Игорь строил Олимпийский дворец к Олимпиаде 1980 года Отслужил в армии А сейчас работает водителем-экспедитором на Байконуре Десятки раз, вспоминает Игорь Васильевич Святая Матрона отводила его, своего правнука, от беды Игорь вспоминает, что его с детства приучили к простым жизненным правилам Может благодаря этому Матрона его всегда слышит Здравствуйте 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 Елена Ивановна Мы к вам в гости Ну проходите Это супруга Игоря, Елена С мужем они видятся редко Он все по командировкам Лена по хозяйству Мы с супругом, вот, да, мы похожи Нам сразу сказали, даже все время говорили, что мы брат с сестрой Помимо собственного дома в Зеленограде Елене нужно ухаживать и за старым домиком Горшковых в Себино где прожила всю жизнь ее свекровь Анна Дмитриевна, внучатая племянница Святой Матроны Да, я ощущаю, она моим детям помогает очень, внукам, ну, как говорится, моим детям, а ее как бы они пра-пра-пра внучатые уже Елена рассказывает, настоящее чудо спасло жизнь ее младшей дочери Врачи нашли у 24-летней Даши Прохоровой гнойную кисту, опухоль гортани Операцию долго не решали сделать, боялись огромного отека, который мог вызвать удушье Но опухоль росла, необходимо было принимать решение, и родные решили оперировать и просить Матрону о помощи И вот, когда была операция, я стояла напротив церкви, только просила Матрону, помоги, чтобы все обошлось благополучно И после операции могло пойти отечность, и ее бы уже врачи даже не спасли бы, так что не хватило бы даже минуты на спасение бы ей Но все обошлось, у нас все хорошо, Бог, да, Матронушка, как говорится, помахла она В доме, где сейчас хозяйничает Лена, 46 лет прожила ее свекровь Анна Дмитриевна Прохорова, двоюродная внучка Матроны Молилась, она, говорю, старостой была в церкви, все посты соблюдала, все, все, все Эту историю знают все Прохоровы Старшая сестра Матроны Пелагея вышла замуж за соседа Илью Горшкова У Пелагея и Ильи родилось 8 детей и множество внуков, в том числе дочь Маша и внучка Ання, Анна Дмитриевна Все отмечали удивительное портретное сходство Анны Дмитриевны и ее двоюродной бабушки, святой Матроны Четыре лица схожи, матрия наша и Матрёна, ну и родственная кровь видна Вся жизнь Анны Дмитриевны сложилась точно по предсказаниям ее знаменитой бабушки Пришла к Матроне, она ей сказала, говорит, нет, езжай обратно в Себино, выходи за Василия Ивановича, вот Прохорова, вот он Ты будешь жить богато, все у тебя будет, хоть он моложе тебя Все действительно вышло так, как предсказала старица С Василием Прохоровым они прожили почти полвека, хорошо, ладно Четыре сына у них, дом всех, как говорится, в богатстве жили коров имели, все, все, все Но незадолго до своей смерти Матрона сделала своей двоюродной внучке странный подарок Черное сукно Когда ушла из жизни и сама Анна Дмитриевна, ее невестка Лена Прохорова отнесла эту ткань на хранение в ближайшую церковь Шутка ли? Подарок самой Матроны Нам передала эту ткань Лена Прохорова, это где-то около трех лет Черная ткань, которую обычно применяют в православии Из такой ткани шьют облачение священников и монашеские одеяния Что хотела сказать святая Матрона, когда делала 27-летней внучке такой подарок? Хотела ли она, чтобы Аня посвятила свою жизнь церкви или вообще ушла в монастырь? Возможно, причину, по которой погибла Анна Дмитриевна, ее сын не любит вспоминать Видно, в судьбе так было, даже не знаю, как вам сказать 70-летнюю Анну Дмитриевну топором зарубил муж, непьющий, спокойный человек Позже выяснилось, что Василий Иванович страдал расстройством психики Очень больной был муж, и с головой у него все было не очень просто, и он ее убил Шизофрению, также как алкоголизм и наркоманию, церковь, как и 200 лет назад, не воспринимает как болезнь Это считается одержимостью Матрона вошла в историю русской церкви, как одна из самых сильных святых, которым было дано лечить одержимых Почему вышло так, что одержимый убил ее двоюродную внучку, так похожую на нее саму? Она погибла, можно так сказать, но было это воспринято, как какая-то воля Божия, что это должно было случиться Погода плохая нынче, папа Как бы беды из этого не вышло Осенью 1890 года центральные регионы России накрыл аномальный циклон Сначала пришла слишком ранняя зима, в начале октября ударили сильные морозы Для зим их плохо, дай бог весна будет теплая Весна 1891 года была аномально ранней В феврале резко потеплело и при этом не выпало ни капли дождя А в марте, когда зазеленели первые побеги урожая и зацвели первые цветы, снова ударили морозы Это означало, что озимые погибли окончательно Запасов на тот момент особенно, к сожалению, в той местности не оказалось Целая череда факторов привела к тому, что получился очень серьезный неурожай И, соответственно, это весьма сильно ударило в первую очередь по простому люду Пояса приезда потуже затянуть Неурожай будет Весной крестьяне сельского общества Себина, среди которых был и отец Матроны Дмитрий Никонов Высадили Яровые Оставалась последняя надежда На очень дождливое и теплое лето Тогда крестьяне могли бы собрать хотя бы две трети от урожая прошлого года Но летом 1891 года в семнадцати губерниях Российской империи наступила страшная засуха Днем и ночью в церквях Епифанского уезда перед иконой Спорительница Хлебов служили молебны В деревне Орловка поливали водой баб всех подряд Существовало поверье, если засуха от колдовства, виновную в этом ведьму нужно окатить водой Но не помогало ничего, ни капли дождя не пролилось на тульскую землю Мам, как же моя свадьба? Да какие нынче свадьбы-то? Перетерпеть надо Интересно, что вокруг маленького села Себино, где протекало детство Матроны, сконцентрировались самые элитные дворянские семьи того времени Село принадлежало двум семям, это семя помещиков Муромцевых и дворян Гевиковых, которые между собой были очень тесно связаны В середине девятнадцатого века, незадолго до свадьбы родителей Матроны, одна из сестер Муромцевых, Лиза, вышла замуж за дворянина Александра Новосильцева Представителя рода шестисотлетней истории, чьи предки заседали еще в Боярской думе В качестве приданного родители дали за Лизой часть села Себино вместе с жившими там крестьянами И отныне крепостной крестьянин Дмитрий Никонов, отец Матроны Московской, принадлежал барину Александру Новосильцеву Если помещик просто тратит унаследованные средства, никаким образом не занимаясь работой, которая по умолчанию на него возлагается Имение разоряется, оставшееся закладывается для того, чтобы была возможность потратить хотя бы еще что-то Другая причина, почему могли закладываться только потому, что тот же помещик, просто понимая, что абсолютно не хочет или не умеет чем-то заниматься Просто кому-то перепродавал это дело Александр Владимирович Новосильцев был прекрасно образованным человеком, но не слишком мрачительным хозяином Несколько раз он закладывал имение в Себино вместе с крестьянами До тех пор, пока освобожденные от крепостного права крестьяне не организовались в общину и не выкупили у барина за долги часть земель А еще часть взяли в долгосрочную аренду В таком виде земли Александра Новосильцева достались его сыну Юрию, который и вовсе не собирался заниматься сельским хозяйством Новосильцевы очень активно участвовали в либеральном движении, финансировали различные какие-то либеральные проекты И хотели уже к 19 столетию не столько служить, сколько властовать В принципе глубокого интереса к народу такого рода людей все таки не было Это была такая скорее позерская позиция По иронии судьбы последний барин Юрий Новосильцев, семья которого принадлежала семья Матроны, был горячим атеистом Последний раз крестьяне видели молодого барина в 1890 году, как раз накануне голода Юрий Александрович и его жена Мария в девичестве княжна Щербатова приехали в Себино на весенний сельский сход Сдать крестьянам в аренду оставшиеся земли Анафтальм, вот как это называется? Как можно зерном в мерную землю бросать, а? Господи, какой кошмар! Глазных яблок совсем нет Беднота у вас тут грязь А еще вы женитесь на своих братьях и сестрах от этого уродства Мы так и не делаем барыня На все воля Божья Мы Мы за нее в церкви молимся Может еще как-нибудь исцелиться Исцелиться Жорж! Жорж! Иди сюда! Иди сюда! Жорж! Иди сюда! 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 Юрий и Мария Новосильцевы действительно вошли в историю как щедрые благотворители За свой счет они строили больницы и школы для бедноты Раздавали земли под общественные сады и пасеки При этом в принадлежащих им заводах и имениях то и дело вспыхивали беспорядки Крупный бунт против барина Новосильцева поднял их приказчик Илья Батышев, которого хозяева когда-то спасли от голодной смерти Под угрозой расправы барина заставили подписать отказ от всего имущества после чего выгнали из дому и сожгли усадьбу Юрий умер от сердечного приступа накануне отъезда в эмиграцию Мама, мы кушать хотим! Работы в городе нет, значит хлеба в доме не будет Зло предсказанное Матроной действительно пришло на тульскую землю Обещанное правительством зерно опаздывало из-за железнодорожных перебоев И в день 18-летия Пелагеи вместо того, чтобы играть свадьбу да печь праздничный пирог Мать впервые вытянула солому из крыши, перемолола, смешала с остатками муки и напекла лепешек Потом в пищу пошли и жмых и лебеда Даже картофель не уродился в тот голодный год Кризис в управлении сельским хозяйством Крестьянство, которое предоставлено само себе, хотя по факту им должны были управлять сверху Собственно голод 1991-1992 года стал результатом вот примерно подобной ситуации Зимой пришел тиф Люди начали умирать от болезней и голода Почти каждый день мимо окон избы Никоновых проходила похоронная процессия Голод охватил 17 губерний и в общей сложности от голода и в большей степени от охвативших население территории болезней погибает около 400 тысяч человек Маленькая Матрона почти не отходила от красного угла, где у Никоновых висели иконы Иногда и засыпала там, сутками молилась за здоровье своей семьи Удивительно, но никого из Никоновых страшная болезнь не коснулась Хотя и голодали они так же как все Тифозные больные, а тем более умершие от холеры заразны Об этом все знали, но Никоновых зараза как будто обходила стороной Всех кроме Пелагеи Я не могу больше, я умру Поля, я Богу за тебя молюсь, каждую секунду Да твой Бог, несправедливый твой Бог Несправедливый и жестокий Почему я в 18 лет не подвиняться в гроб иду? Чему это нагрешили? Ты вон вообще из церкви не выходишь Пол губернии смерти выкосила А у барина в Тамбове В Тамбове фонтан и карпы в пруду плавают А мамка нам вместо муки солому из крыши ей сдает А может, а может права была барыня Мария Александровна И Бога твоего вовсе нет, а? Молчишь, нечего в защиту сказать Я думаю, если жива останусь Я никогда больше в церковь не пойду Никогда, 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 никогда В церковь никогда больше не пойду Никогда Поля, замолчи Не помогают твои молитвы Не помогают Не помогают Отдай! Отдай! Мир вам православный Как есть-то хочется Дашь хлебушку девушку? А нет, батюшка, голод ведь Да не что это Не хлебом единым Почему ты плачешь? Крестик потеряла Ай, какая рассеянная Дай-ка мне воды Ты больше не потеряешь свой крест Матроны И вообще больше никогда ничего не потеряешь Поняла? Батюшка Батюшка Батюшка, ты где? Многие годы спустя Старица Матрона вспоминала об этом эпизоде так Это же святитель Николай приходил И крест мне подарил А я и не поняла тогда На груди девочки Как раз там куда ударил старец Покраснело и набухло пятно Ты больше не потеряешь свой крест Матрона Когда краснота сошла Стало видно что это крест Бесцветная выпуклая родинка в форме креста Осталась с ней на всю жизнь С этого дня в семье Никоновых А потом и во всей губернии Начались чудеса Каждая минута которую Ирина Ломакина проводит со своими дочками Это настоящее чудо Для современной медицины это необъяснимо Девушка которая сама могла умереть в любую минуту Выносила и родила двоих детей А это наши дети Наши чудо Это Виктория ей 9 месяцев А это Вероничка Ей 4 годика Ирина не любит рассматривать свои подростковые фотографии В 11 лет врачи поставили ей страшный диагноз Острый рецидивирующий лейкоз Мама зашла ко мне в палату Сидела со мной плакала Сказали что кровь не очень хорошая И направили уже в городскую балашку Там-то и мне поставили жирную точку на моем детстве Сказали что у меня острый областный лейкоз Это рак крови Ирина говорит что именно в этот момент поняла Спасти ее может только чудо И начала молиться Чаще всего она обращалась к святой Матроне Московской С Матронушкой меня познакомила бабушка еще в детстве Она про нее рассказывала мне всегда Что она родилась слепой Что она помогала людям Я просила ей помощи чтобы она мне помогла Врачи пошли на рискованный для того времени шаг Пересадку костного мозга Пятнадцать лет назад это была смертельно опасная операция Была химия постоянно Переливание крови И вроде бы все уже надежды не было Потому что то рецидив то ремиссия То рецидив то ремиссия Можно сказать я какие-то дни доживала После операции и восьми курсов химиотерапии Ирина пошла на поправку Но она не знала что ее ждет еще одно испытание Доктор мне сказала Что после такой пересадки, после такой болезни Что у меня никогда не будут детей Я всю жизнь буду пить таблетки Сказала как отрезала Я вышла и ревела Ирине было восемнадцать лет когда она встретила своего будущего мужа Евгения А вскоре после свадьбы Произошло еще одно чудо Ирина поняла что ждет ребенка Когда она обратилась к врачам Те лишь развели руками Они были удивлены очень Они сказали что у нее месячных вообще не будет Будет всю жизнь на таблетках Будет всю жизнь ходить к гинекологу и к эндокринологу Ну как все Это уникальный случай Не знаю В шоке Все даже Не знаю Это чудо Врачи предупреждали что выносить ребенка Ирине будет очень сложно Случаи когда после пересадки костного мозга и химиотерапии Женщине удалось бы родить здорового малыша Медицине в то время были неизвестны Всю беременность девушка молилась Святой Матроне Я очень испугалась потому что я прочитала Дома что это есть Риск выкидыша И меня вот в пятницу Когда врачи отпустили домой на выходные Сказали что в понедельник будут делать Вот эту биопсию Я дома поставила икону Зажгла свечку И молилась очень сильно Ездили мы к Святой Матроне Просили до помощи у нее Как бы вроде Все у нас получилось В 2011 году на свет появилась Вероника А еще через три года Ирина снова забеременела То что произошло это только можно назвать чудом Я очень благодарна Богу всем святым и Матронушке Что она не оставила нас Евгений говорит что сейчас они с Ириной мечтают о сыне И надеются что святая Матрона Московская снова им поможет Хотел бы конечно больше детей Трое, четверо, а то и больше Если будут силы будем делать Будем делать Утром Пелагея впервые за несколько дней попросила горячего чаю Матрёша Ну а крестик мой где-то здесь был вчера Ты же говорила он тебе не нужен Ты прости меня Я глупости вчера наговорила Как наваждение какое-то нашло Прости меня, а? Прости Никоновы на радостях зарезали тощую корову и напоили больную мясным бульоном А вскоре в помощь Тульской губернии царская казна пожаловала зерна на полтора миллиона рублей А осенью 1892 года Никоновы сыграли наконец долгожданную свадьбу Пелагея Никонова обвенчалась с Ильей Горшковым Наталья и Дмитрий выбрали для дочери тот же день в который сами венчались когда-то 26 октября день святого Дмитрия Именины мужа хороший день думала Наталья А о Матроне по всему селу пошел слух Маленькая слепая может исцелять да предсказывать Матроне был дан такой дар любить таких людей Она же служила, мы узнаем, что она по 40 человек принимала в день Это же служение, для которого нужны особые силы Голодный год сменился небывалым урожаем В 1893 и в следующие два года крестьяне Тульской губернии собрали зерна столько же, сколько за предыдущие 10 лет Помиловал Господь нашу землю за Матронушку, говорила Пелагея поглаживая округлившийся живот 2 июля 1894 года у Матроны родилась племянница Пелагея хотела назвать девочку в честь сестры, но Матрона запретила Сказала, что опасно называть дитя ее именем Смысл этих слов родственники поймут много лет спустя, когда святую начнут преследовать советские власти А тогда все просто поверили на слово Матронушке виднее Новорожденную дочку Пелагеи окрестили Марфой Рождество Никоновой встречали шумно и радостно Урожай собрали прекрасный, в доме было полно еды, а к тому же сбывалась старая мечта Наталии Дмитрий подсобрал денег и по весне обещал перекрыть крышу железом Пелагея с мужем и внучкой зашли в гости Все были радостны Грустила почему-то одна Матрона Дочь Почему ты у меня такая грустная? Все же хорошо Голос закончился, все, слава Богу, живы-здоровы М? Голод Это было только начало Дай перо М? Перо дай Вот так обдерут нашего царя батюшку Бесы на волю вырвутся И много-много людей, самых лучших, пойдут им служить Тише, тише, моя хорошая, не надо так говорить А тут мама что говори, что не говори Не поможет Я зло чувствую Ой, Господи, бедная ты моя Несчастная Неправда, мамочка Я очень счастливая Это ты Ваньку с Мишкой пожалей Вот они у нас, правда, несчастные Начинался 1895 год Из смертных одна только маленькая Матрона, наверное, точно знала, что будет дальше Музыка 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 Музыка